Что ж, доброе утречко. У нас марафон хорошей погоды продолжается. Идёт дождик, плюс 6. 21 сентября. 21 сентября у нас такое. Ужас. Ужас, как холодно. Сейчас еду, хочу купить датчики давления в шинах. Нужно один там поломанный, а один глючит иногда. Так, ну я ещё думаю один или два брать, потому что тот, что глючит, это бывает очень-очень редко. И всё, сегодня дома никуда не едем, потому что по такой погоде вообще нереально. Куда-то ходить, гулять, что-то смотреть. Нужно сидеть дома, как раз займёмся всеми своими делами. И будем начинать искать квартиру, потому что нужно, нужно, нужно искать квартиру где-то поближе к работе, поближе к универу жены, чтобы было удобно. А то получается, что я за день наезжаю по 50, по 80 километров. За день. А это всё копеечка, копеечка, копеечки, и получается огромная сумма. Ну, ничего, надеюсь, что всё будет хорошо. Приехали мы в Горюнай, но не на сам рынок, а на этот, он называется Версла Паркас. Как бы, и вот так всё здесь выглядит. Я здесь вообще первый, в первый раз. А приехали мы на Маумуге посмотреть, что там есть. Ну, прикольно. Надо сюда приехать, будет в выходной, когда всё открыто, и посмотреть. Интересно, очень интересно. Почему я сюда раньше не приезжал, не знаю. Там даже какая-то галерея. Прикольно. Мы купили кучу всего. И здесь оба ещё смотрим. Здравствуйте, господа. У нас неожиданно случился новый день, новая неделя. И продолжаем делать всё то же самое. Поскольку на прошлой неделе образец мой не получилось произвести анализ на микроскопе с ямазком, мы немы. Я его недостаточно протравил. Сейчас я его опять почищу. Уже только двухтысячной бумагой. Просто снять здесь покрытие золота. Его нужно снять, почистить и отполировать. Но полировать на этот раз буду не вручную, а на машине. Так уже наверняка и быстрее. И потом сделаем новую кислоту. Попрошу, чтобы мне помогли. И посмотрим. Посмотрим, поедем его смотреть. Опять не знаю, когда нужно созвониться с человеком, что он скажет. В общем, так как лаборатория занята, будем делать всё опять вручную. Ну и заодно какие-то видосики посмотрим на ютубчике. Потому что вот 15-20 как минимум надо потратить на полировку. А в общем здесь не на что смотреть, потому что одно и то же. Делаем одно и то же. Поэтому я рекомендую вам подписаться на канал. Поставить лайк. Потому что мы же не зря стараемся для вас. Написать какой-то комментарий. Да, напишите комментарий. Потому что мы все комментарии читаем. И стараемся на все отвечать. Если есть что, ответить, конечно же, на комментарий. Ну и спасибо вам, что вы нас смотрите. Ну так, всем доброе утро. Доброе утро у нас начинается с поездки в ЗАЗ. Едем в сервис завозить машинку, чтобы поменяли масло. Посмотрели ходовые, потому что улетел в яму. Что там стучит? Так, мне нравится эта система. В магазине платим, 95 берем. И что он нам говорит? По евро сейчас мать? Ну, все отлично. Сейчас мы полный заправим. И так, машинку оставил на сервисе. Это Ария сервис. Это не реклама, а просто машин. Это сервис, который работает исключительно с Рено. И я к ним поехал. Это уже второй раз будет. Первый раз вроде бы все хорошо сделали. Посмотрим еще, что будет на этот раз. И потом, может быть, какой-то отзыв будет. А сейчас в магазин, нужно купить картошечки, может, еще чего-то. И пока домой. Потому что университета у меня час тридцать. И есть что поделать дома еще. Ну, в общем, друзья, побыли дома. Столик не удалось сделать. На видео вы видели. Одну шпильку не сумел достать. Но буду в университете пробовать за автомобиль. Так еще и не позвонили. В 9 утра я его отвез. Сейчас уже 12.40. Нужно было поменять масло и посмотреть спереди ходовую. Пока не было звонка. А на 13.30 меня в универ, поэтому иду на автобус. Так вот, я уже установил столик, который делал. Вставляем его здесь, на микроскопе. Все работает, он ездит. Но нужно будет потом еще раз пересмотреть на всякий случай. Ну, я приехал, пока нету человечка, с которым мы договаривались. Может, он сейчас подъедет и посмотрим. У меня там в рюкзике куча образцов. Мне нужно их посмотреть. Поэтому буду ждать человечка, а потом, надеюсь, мне уже позанят. Скоро машину забирать. Потому что она мне нужна. Итак, пришел человек, который должен был мне помочь. И мы разобрались со всеми образцами. И здесь просто огромная куча. Я не понимал, где какой. Это все мне нужно будет для лабораторных. Здесь, кстати, даже есть старые монеты, старые литы. Здесь 5 литов, если видно. Вот. Так они выглядят. Когда-то покажу вам их микроструктуру. 5. Это 2 лита. И вроде бы здесь есть евро даже. Да. 2 евро монета. Но не видно ее, конечно. И 1 евро. Ну, до этого мы еще дойдем. Сейчас буду делать вот эти образцы. Вернее, не сейчас. А на следующей неделе. Думаю, в понедельник этим займусь. Ну, а сейчас, пожалуй, все на сегодня. Все на сегодня в университете. Но есть еще что делать дома. Еще нужно подготовить домашки для студентов. И протоколы для одной новой группы авиаторов. Поэтому зайду к профессору. Спрошу, что насчет статьи. Вчера сделал правки статьи. Еще статью еще пишу. Просто работаю. Куча, куча всего. Сентябрь месяц. Первые 2-3 месяца даже. Это куча всего. Спрошу, что по статье. И проеду домой. Еще бы машинку забрать. Я уже так говорил, правда. Ну, ладно. Пока нет автомобиля, самое время прогуляться. Вот у нас, кстати, ЗАГС. Центральный, насколько я понимаю, в Вильнюсе. И пройдем сейчас к горе Тауэра. Покажу вам дом профсоюзов. Который должен быть скоро снесен. Кстати, насколько я помню, вот этот парк должны тоже реконструировать по задумке общей. Ну, как так строят новые здания, а парк не реконструирован. Ну, мы это посмотрим. Ну, пока никаких работ я не вижу. Все как есть. Ну, да, сначала всех выселить надо отсюда. А потом уже только что-то начинать. Не думаю, что это будет очень-очень быстро. Вот наш старый дом профсоюзов. Запомните его таким. Да, когда здесь начнется стройка, тем, кто живет здесь, будет не очень хорошо и уютно. И здесь не будет парковки. Вот этой всей парковки вокруг вот этой горы, вокруг вот этого здания не будет. Ну, уже два минуса сплошных. Ну, куда же без минусов. Если что-то хочется сделать и сделать красивое, хорошее. Было бы очень-очень-очень хорошо, если здесь сделать какую-то смотровую площадку. Чтоб еще можно было выше подняться и реально посмотреть. Вот простая смотровая площадка с доступом 24 часа в сутки. Вот это была бы гениальная идея. Вот такой вот он. Кстати, в одном из первых влогов у меня есть видео с коптера на... С коптера на эту территорию я снимал здесь. Можете посмотреть в первом влоге. Если я не ошибаюсь. Вот как выглядит обновленный мемориал. А, здесь еще будет. Они еще будут строить мемориал. Это только начало. То есть они еще не закончили. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я считаю, что площадь сделали красивой. А что думаете вы? Мне действительно интересно ваше мнение. Напишите, что вы думаете. Красиво они реконструировали вот эту площадь. Если вы здесь были, конечно, или нет. Ну вот, а здесь скейт-парк будет. Уже сколько они сделали всего. Никогда не виделся на скейте. Но выглядит интересно. Редисанблум. Здесь, кстати, возле него тоже будет стройка. Ну, она уже есть. Эта стройка. Здесь хотят построить еще одну свечу. Огромное здание. Я вообще не понимаю, где она здесь поместится, конечно. Ну, блин. Ну, да. Вот так как-то. Ну, и добрались мы до точки нашей остановки. Ой, вот наша остановочка. Сейчас подождем. Либо за автобус и поедем. А здесь такой современный центр. Забрал машинку. Заплатил 32 евро за замену масла. Это вместе с фильтром. Масло у меня было. Я покупал. Я попал под акцию. Я попал под акцию в максиме. Видите, было 40% скидки на масло. Я думаю, ну, блин. 40% скидки на масло. Это же много. Купил 6 литров. Скажи, вот что осталось? Чуть-чуть. Чуть осталось, хорошо. Едем на дом. Да. Едем домой. Или едем в универ. Надо лазер забрать. Его негде ложить. Значит, лазер заберу завтра. Сейчас еду домой. А зачем мне лазер? Я вам расскажу чуть позже. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Ставить лайки и писать комментарии. Комментарии обязательно, потому что мы их все читаем женой. И стараемся на все ответить. Поэтому спасибо вам за все. А я поехал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!